Всем привет, с вами Priya. Сегодня поговорим о весьма трудоемком процессе в игре World of Warcraft, а именно одевание персонажа. Итак, существует в текущий момент два, скажем так, раздела одевания персонажа, PvE и PvP. PvP, конечно, более грубый раздел и придется не только полагаться на удачу, но и на своего тиммейта, ну а также на свой скилл. PvE чуточку в этом плане лояльнее к игроку в текущий момент. Итак, начнем с самого первого, а именно мифик нули и мифик плюсы. Итак, мифик нули дают нам 370 вещицы. Первоначальные пушечки, первоначальные азеритки, весьма приятно. Ну а также маунты с вольной гавани, с гробницы королей, ну и с подгнили. И три маунта с весьма редким дропом. Быть может, если вы придете только впервые в эти подземелья, вам улыбнется удача, и вы получите эти предметы. Все возможно. Мифик плюсы. Особые подземелья, которые были введены еще в дополнение легион, входя в обычные эпохальные подземелья, убивая самого последнего босса, вы получаете свой первый эпохальный ключ. Вставляя его в дальнейшем, при входе в какое-либо эпохальное подземелье, вы запускаете подземелье в таймер. Чем выше ключ, тем сложнее маунты в плане своего здоровья и своей атаки. Ну и конечно же лут вкуснее с каждым новым ключиком и с каждой новой сложностью. Хотя при этом появляются дополнительные модификаторы, их нужно обыграть, но в принципе это не особо трудоемко. Далее. Рейды. Не забываем про рейды. Отдельная вкладочка для них есть. Ульдир. Старый рейд, не особо актуальный. Если взглянуть на азеритовые вещицы, к примеру, новые с битвы за Дазара лор. Взгляните сколько много колец и они выглядят реально красиво. И на вот это вот скомканное азеритовое кольцо с Ульдира. Ну реально мало. То ли дело с битвы за Дазара лор. Выглядит намного интереснее. Ходим рейды. Получаем вещицы. Поиск рейда, обычная сложность, героическая, эпохальная. Куда берут, туда идем. Как говорится, бьют беги, дают бери. Берем все, что можем и надеваем на себя только самое лучшее. Не забываем про монетки. Если вы играли в Ульдире, то быть может у вас еще остались печати Судьбы Война. Их можно брать две в недельку у эфериалов. Давайте найдем их. Вот оно их крыло, вот оно их здание. Конкретно играя за Альянс, вы сразу их увидите. То есть вот она таверна, самое главное. Ну и вот они стоят, эфериалы. Вершитель Судьб дает нам две монетки в неделю. За золото, за почетные знаки с ПВП. Либо за ресурсы для войны. Валюту, с помощью которой мы отправляем соратников на какие-либо квестики полезные. Плутаем монетки, кидаем их в рейдах. С целью получения дополнительных вещей. Также не забываем про боешки. Вещи персональные при надевании. Падают с трэша, могут быть проданы на ауке. И если у вас осталось большое количество голды, к примеру, как у меня с Дренора, то вы можете прийти к аукциону и закупиться 425 боешками. Да, это будет дорого, но в текущий момент это максимальный итем-левел в игре. Если есть желание, проявите его. Также мы не забываем про ворлдбоссов. Ворлдбоссы, самые обычные, которые разбросаны по Зулдазару и Култирусу, приносят нам 355-й шмот и выше. Да, это самое ключевое слово, которое еще много раз будет использовано при записи этого видео. Также не забываем про гибельный вой. Это ворлдбосс, который появляется при старте фронта Нагорье Арате. Если у вас там открылись локалочки, и конкретно у вашей фракции есть портал на Нагорье Арате, либо на темные берега, значит там будет стоять ворлдбосс. Его можно убить один раз за цикл. То есть, эти мировые боссы, которые стоят на фронтах, они не подвержены общему кулдауну, что в среду в 10 часов по Москве утра все это дело откатывается. Нет, вы убили один раз и ждете конец фронта. Только потом, в следующий раз, когда стартанет фронт, вы сможете по новой убить этого урлдбосса. Поэтому лут с них весьма редок и, в принципе, ценен. Если есть желание, на Ивусе можно кинуть монетку. 400-й лут весьма полезен. 370-й, ну, не особо, но, быть может, быть может, для кого-то еще полезен. Далее, не забываем посещать сами фронты. Если у нас есть активный квест, и мы можем входить в эти фронты, то почему бы и нет? То есть, проходя их, мы будем получать 340-е вещицы и выше. Ну, а если взятый квест, то 385-ю вещицу. Один разок, конечно, получим ее, но все же весьма приятно. Не забываем делать локалки, так как в сундуках за дневную награду может быть что-то полезное. К примеру, чем больше ваш item level, тем больше награда с этого сундучка, с эзеритовым доспехом. Ну, или с обычным доспехом. 385-й конкретно для меня. Весьма полезно, так как распылив эту вещицу, это вся ее полезность на самом деле, я получу 35 пыли титанов. Пыль титанов можно выменить, опять же, у эфериалов на какую-либо полезную вещицу. Все зависит от количества вашей пыли. Чем ее больше, тем выше уровня предмета вы сможете купить азеритовый доспех. Грудь, плечо и шлем. Не советую покупать 400-е вещицы и 385-е. Вы быстро их замените и не особо насладитесь ими. А вот купить 415-ю и накопить на нее, это на самом деле весьма почетно. 415-ю конкретную вещицу покупать очень дорого. 7000 пыли титанов против 1700. Так что просто-напросто покупаем какую-либо рандомную вещицу и радуемся жизни. Почему бы и нет? Также нападение. Нападение это особый контент, который был добавлен еще в Легионе и перекочевал в битву за Азерот. В Battle for Azeroth. В какую-либо локацию, неважно, орды, альянса. Оно стартует. Длится 7 часов. Кулдаун у нее примерно часов где-то 17-18. И выполняя эти локалочки, связанные с нападением, мы получаем увеличенные награды. Плюс, выполняя в режиме войны эти локалки, мы получаем очки завоеваний. О них чуть позже. Это весьма полезно, в принципе, получить даже немножко очков завоеваний с этих локалок. Ну а по завершению квеста, который связан с этими локалочками, с этой локацией, мы получаем 370-ю вещицу. Также крафты. У различных профессий в текущий момент есть различные крафты, которые позволяют усилить нашего персонажа. К примеру, алхимия имеет в своем репертуаре, в своем списке крафтов, алхимический камень. Изначально он 385-й, и крафтится из 15 нового реагента, добываемого с инстов. Потом он становится 400-м. Если мы добавляем 20 дыханий в ансамди, это новый реагент, падающий с нового рейда. Ну а если к этому камушку мы добавим 200 дыханий в ансамди, то получим 415-й алхимический камень. Да, процесс весьма долг, но в принципе он весьма полезен, так как получить какой-либо тринкет высокого итем-левела весьма приятно на самом деле. С профессией кожевничества можно получить ступни, и ноги. Для меня это весьма полезный выбор профессий. Также с инженерного дела можно скрафтить шапочку, с кузнечного, по-моему, ноги и поясок, с партнерного дела можно точно что-то скрафтить, с ювелирного колечка с сокетом крафтится. То есть весьма обширное количество крафтов в текущий момент в различных профессиях добавлено. Актуальность профессий подымается, и это радует. Крафты персональные, поэтому продать на аукционе их нельзя. Ну и самый начальный способ вместе, конечно, с мифик нулями, но он весьма редкий, поэтому я и говорю о нем в самом конце. Это подземелье в виде путешествий во времени. Недавно были поддорецкие путешествия во времени, и, к примеру, кликнув по Дворцу Магушан, путешествия во времени, мы можем увидеть, что там падал 365-й лут. Получать, конечно, ожерелье грустно весьма с этих подземелий, а вот получить какую-либо одноручную дробяшку, одноручное кистевое, пушечку, тринкет, колечки, другие вещицы, весьма приятно, и, пройдя пять подземелья путешествия во времени, при взятом квесте, мы получаем 385-ю вещицу с рейда Дазар-Алор. Быть может, это азеритка, быть может, этот ринкет, быть может, это оружие. Ну, а теперь погружаемся в суровый раздел одевания, а именно ПВП. Ох, это на самом деле сложно очень. ПВП кап завоевания. Отбиваем 500 единиц. Вот, кстати, выполняя локалочки с включенным вармодом, режимом войны, мы получаем некоторое количество очков завоевания, начальное, скажем так, для накопления всей этой полосы очков завоевания. Ну, из 500 очков завоевания мы получаем различные вещицы 385-го уровня предмета. Самый первый, конечно, кап ваших очков завоевания будет давать вам пушку, 375-ю, но не отчаивайтесь. И поверьте мне на слово, потом будут 385-е награды. Ладно, хорошо, не верите на слово, будет ссылочка в описании, где конкретно по всем неделям расписаны абсолютно все награды. Также, недельный квест на убийство 25 ордынцев, доступный Альянсу. Не знаю насчет орды, на самом деле, там очень много изменений было касательно режима войны, быть может и у Орды теперь такой квест появился. Ну, или скоро появится. Все-таки каждый человек по-разному будет просматривать это видео. Подходим к Матиосу, берем у него квест на убийство 25 ордынцев, получаем 385-ю вещицу. Ранее давали 400-ю. Ну, и также, просто-напросто, играя на аренах БГ, мы получаем рейтинг. Увеличивая его, мы увеличиваем шмот, который нам падает при играх в определенном брекете. Ну, а в дальнейшем мы апгрейдим наш сундучок недельной награды. Раньше он был у ПВЕ игроков только за мифик плюс. Ну, а теперь игрокам ПВП вкладки также добавили сундучок с еженедельной наградой, чтобы ПВП игроки также горели от беспощадного рандома самых нужных вещей. Ну, что ж, абсолютно все вкладки одевания были рассмотрены. Надеюсь, никого не обидел при рассуждении в ПВЕ и ПВП, так как люди по-разному воспринимают различную информацию, но это лишь только шутки. Всех вам благ, счастья, здоровья, думаю, вы припасли достаточно удачи с целью того, чтобы задропать себе что-то качественное в этой игре. Берегите ноги, до скорого. Субтитры